добрый день мои дорогие зрители и гости канала с вами таша муляры вы на моем канале жизнь без дублей наступил тот день когда я еду вам отправлять семена тыквы турецкая челма помните я не так давно в одном из вам видео предложила вам отправить эти семена предложила подписаться на мой телеграм-канал там я выложила свой адрес до востребования и сейчас мне уже прям позвонили даже с нашей почты и говорят когда вы уже приедете к вам тут масса писем пришла так что сейчас мы берем эти пакетики и едем на почту ну а до этого я хочу зайти в теплицу и по вашему опять же совету накрыть грядку который я засадила семенами еще дополнительно спанбондом и вот беру пакетики вот помните я вам показывал я сделал эту коробку и сверху смотрите я надела еще одну коробку меня даже крышка видите получилось для хранения семян вот такая у меня получилось коробка вот она моя турецкая челмати 12 по моему пакетиков которые я купила для вас один оставлю с вашего позволения себе и сейчас хочу еще раз акцентировать ваше внимание что есть турецкая челма это плодовый сорт ну в смысле что он съедобный да а есть турецкий тюрбан тюрбан это мелкая тыква вот ведь они даже меленькие тут нарисованы и не путайте это декоративный сорт а это сорт который можно употреблять в пищу ну и как напоминание для тех кто может быть пропустила не видел вот эта тыква турецкая именно челма она вот такая большая весит на килограмма 3 и росла на у меня в огороде тем летом до велась по забору и сейчас у нас уже 17 марта видите она какая лёжкая она вот у меня просто в доме лежит осталась последняя у меня их выросло в прошлом году штук 20 какие-то я раздарила какие-то мы съели и вот одна осталась компотик передает вам всем пламенный привет он лежит греется на лестнице на солнышке сатус валер уже вышли на улицу заводит пока прогревают машину сату гуляет компот уже вернулся со своих ночных похождений и наблюдает за всеми в окно компоша посмотри-ка сюда посмотри да молодец ты дрессированный кот дрессированный так что я беру семена которые везу вам не знаю сколько писем пришло сколько семян в пакетике ну на почте разберемся если на кого-то не хватит уж вы меня извиняйте также беру с собой пергаментную бумагу буду заворачивать зернышко в пергаментную бумагу вот ножницы возьму да еще хотел вам показать мне вчера пришла этом этом на другую почту ездили картина от моей подписчицы и соседки художницы наталья овчинниковой еще одна картина вы знаете что у нас их много нам нравится они с валерой ну вот мы такие фанаты и и творчество картины которые у меня стояла там я переставила ее пока вот сюда мне кажется что она очень хорошо смотрится в этом месте ну и вообще нам с валерой нравится очень цветосочетания и композиции тех цветов которые рисует наташа очень я в описании к этому видео дам ссылку на ее телеграм-канал потому что раньше она в instagram выставляла свои картины сейчас инстаграм сами знаете у всех не очень и от все где она их продавала тоже закрыли но в telegram она перешла там у нее совсем мало народу но если кому-то интересно можете продолжить с ней общение в telegram канале вот еще наши картины которые есть и портреты у нас есть над этой же художницы сейчас вот эту картину чтобы свет просто по-другому падал и лампа ее не закрывала переставлю вот сюда чтобы вам показать называется это букетик из прованса цвет плохо падает вот тоже очень нам понравилась цветовая гамма и вот этот сам кувшинчик и цветы такие ну какой то не знаю вот для нас прям эти картины это какое-то настроение свет даже камера но не так отражая отображает как это в жизни выглядит стоит они у нее кстати очень дешево я считаю что прямо даже вот неприлично дешево для ручной работы поэтому вот я свою очередь вам рекомендую присмотреться к ее картину в качестве подарков мне кажется что это просто ну вот великолепные душевные подарки тем более у многих из вас дачи и дачи у ваших друзей соседей вот кому-то подарить такую картину они она их корресует все естественно в одном экземпляре это масло 30 на 40 как правило у них размер и мне кажется что вот в загородном доме эти картины вообще потрясающе смотрится в общем вот такая вот у нас еще одна картина появилась живет она у меня пока вот тут на самом деле я закрываю эти провода никак не не решится этот вопрос вот а вообще она будущее хочу ее вот сюда повесить вот так вот будет висеть ну или она или та которая переставила зимой помните мне здесь такой зимний пейзаж стоял тоже ее работаем в общем поделилась с вами ну что пойдем в теплицу и едем на почту сейчас я прям сверху положу на грядку и сведе у нас сегодня потрясающий солнечный день я посмотрю по прогнозам буквально еще сегодня и завтра у нас будет холодная ночь до минус 12 и уже начиная с субботы ночью будет 0 минус 2 то есть моей теплицы есть шансы что все взойдет я надеюсь на таком солнце вот сейчас зайдем посмотрим что там и валер сегодня сейчас мы приедем с почты будет чистить снег ну рыхлить его чтобы он быстрее тарел таял и испарялся опять же как вы нам подсказали потому что мы у нас это вторая зима еще не такие опытные как хотелось бы так ну давайте посмотрим что у нас тут слушайте а тут у нас по моему все отлично ну во всяком случае конечно не знаю как тут ночью но сейчас вот смотрите тут там такой конденсат на пленке мы все увлажнили да вот земля влажная но хочу сказать что не теплая она конечно вот поэтому сейчас я еще сверху так спамбонт положу ну и надеюсь в связи с погодными условиями и с моими усилиями это ускорит процесс панбонт я новый купила вообще собирал здесь дуги ставить в общем что и сделаю скоро сейчас пока вот его вот так вот растерю несколько слоев ну надеюсь что это как-то спасет ситуацию большой у меня кусок нужно но с другой стороны будет несколько слоев мне кажется да что больше это лучше чем меньше не знаю как со светопроницаемости но с другой стороны именно для всходов да мы сейчас прогреваем землю чтобы взошло наверно светопроницаемость не так важно будет у меня тут это сороковка у меня спамбонд будет у меня четыре слоя в общем я здесь что там быстрее все прогреется пусть лежит а уже когда он начнет сходить тогда я поставлю дуги и сделаю тоже два два или четыре слоя на дуги чтобы зелень лучше нас в общем будем с вами наблюдать что из этого всего получится ну а вам знаете хочу сказать огромное спасибо за вашу поддержку в комментариях моих садоводческих экспериментов и опытов и и за то что делитесь своим опытом ну потому что таким образом можно гораздо быстрее до приобрести собственный опыт используя ваш наверное поэтому еще так хорошо многое у нас получается потому что за нами такая ну такое большое количество вас за нашими плечами и ваш опыт он прибавляется к нашему поэтому у нас все быстрее получается осваивать валера уже ходит меня ждет так что все идем главное не провалиться потому что так вот сторонку вступаешь а там раз вот видите и дырка и можно ногу повредить там рюкзачок мой сейчас я возьму да но зато с крыши уже все стоило окончательно даже не ставила с крыши все рухнуло окончательно хорошо что кота и не завалила здесь кстати в этом месте смотрите хорошо видно какой слой снега вот земля и такой слой снега минус один плюс один питер сам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Переживаю я, что не хватит мне семян на всех желающих. Не знаю, поскольку семян в каждом пакетике. Но сейчас посмотрим, сколько писем пришло. Все равно мне, знаете, радостно от того, что я могу с вами поделиться, что у вас тоже такая тыква вырастет. Вот она, наша колоритная почта. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь у нас тоже, видите, семена продаются. А, паспорт надо, да? Сейчас будем распасовывать. Вот сколько писем пришло. Смотрите, это Фрязино-Щелковский район. Это даже не могу. Китовский район какой-то. Из Москвы. Тоже Ярославль. Тут не написано туда-обратно. И тоже из Москвы. Ну, в общем, практически местные заказывают у меня семена. Сейчас будем открывать. Открывать семена. Давайте посмотрим, сколько семян в одном пакетике. Вот, смотрите. В этом пять штучек. И поделим, потому что я думаю, что это еще не все письма пришли. Потому что еще мало времени прошло. И некоторые еще только адреса пишут. И вот, видите, нужно вот так отправить. Мне было... Вот здесь еще какие-то записочки. Записочки, что присылайте. Вот так я вас просила, чтобы вы в конверт вложили свой конверт. И я прямо в ваш конверт буду вкладывать семена и вам обратно отправляться. Вот так. Вот тут мне пишет... Кто это мне пишет? Екатерина. Здравствуйте, Таша. Буду очень благодарна, если получится посадить тыкву на моей даче. Киржевский район. Деревня Акулова. Мы с вами соседи. Спасибо за прекрасный канал. С 8 марта. Здоровья, любви. Очень приятно. Обязательно получится посадить. Так, все. Упаковываем. Ну, буду делить вам. Вот два семечка вам посылаю. Надеюсь, что взойдет. Так вот, заворачиваем. И ваш конвертик. Сейчас, если семена останутся, подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Ссылка будет в описании к видео. И вам тоже вышлю. Теперь вот видите, я его запечатала. Поэтому я и просила вас прислать, чтобы мне адрес не нужно было заполнять. Вот так. Вот смотрите, тут еще в одном конверте из Ярославля тоже записочка. Здравствуйте, тезка. Высылаем вам в подарок семена прострелов. Я, честно, даже не знаю, что это за растение такое. Вот видите, здесь вот такие вот семена прострел-смесь. Сама получила их недавно из Нижнего Новгорода. Уже посеяла. Цветы многолетние, очаровательные. Почитайте в интернете. Пока они свежие, всходят хорошо. Ну и тыковки, хоть две штучки. Буду вам очень благодарна. Сажать их нужно поверхностно, эти прострелы. Чуть припорошить землей на светлое место. Дальше все изучите. Буду рада, украшаем мир. Вот, сходит 10 дней. Спасибо вам огромное. Это тоже моя тезка Наталья. Вот, так что вам тыковку обязательно посылаю. Ну, семена еще остаются. Так что, кто хочет, еще есть шанс. Получите, успеете посадить. Поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал. И пишите мне вот так же. Видите в письмо, вкладывайте конверт. Я открываю, кладу и вам отправляю. Ехали по дороге. Увидели у нас тут дрова продают. И тут же они их, видимо, и колят. Так много их тут вообще. Валер пошел узнавать, сколько стоит сейчас дрова. Потому что у нас дрова закончились. Нам вообще нужно покупать дрова. Единственное, там, где мы последний раз покупали, их очень аккуратно укладывали. А здесь, видите, они их так навалом укладывают. Это, конечно, намного меньше их в результате получается. Но сейчас вообще дрова очень подорожали. Вот, напишите в комментариях, сколько у вас стоит дрова. Интересно. А Валера нам сейчас скажет, сколько стоят у нас дрова. Сколько? Три, понятно. Три тысячи за куб? Три тысячи за куб подорожали. Тебе нам, Саша, за 2 500. Ну, может, сейчас... Может, сейчас еще подорожали. В общем, березовые дрова. Вот у нас три тысячи куб. Интересно, сколько у вас. Ну, да, хорошие, сухие. А главное, так много их тут у них, смотрите, прям, заготовительное место такое. А мы тогда сколько кубов покупали, вот то, чем мы пользуем? А, 7? Да, но это мы покупали еще в прошлом году. И вот этими семи кубами мы всю зиму отапливались. Ну, потому что мы в основном-то топимся теплыми полами, только когда очень холодно, мы подтапливаем печь дровами. Поэтому, в принципе, нам этих семи кубов хватило. Вот. А сейчас надо еще закупать, чтобы они за лето просохли и были на следующую зиму уже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вернулись домой. Сату тут. А то я все время вам ночью снимаю радость Сату. А тут вот днем. Ждал, ждал и дождался, да, Сату? Ты дождался? Ну, сейчас Валера будет снег убирать. Как раз посмотрим. Вот, видите, сейчас около четырех, и у нас уже тень от леса. Ну, то есть вообще вот на тех вот дальних участках у всех сейчас солнце, а у нас уже лес. Вот он, видите, на полчаска. Сейчас вот очень хорошо видно это. Дал тень. А вот в этом вот минус жизни у леса. С одной стороны, хорошо, что лес рядом. С другой стороны, вот такая вот у нас уже тень на участке. Соответственно, вот это место уже ничего не прогревается во второй половине дня. Ну, и, в принципе, летом такая же история. Ну, только со смещением на пару часов, да? Вот так. Как там моя роза? Что, Сату? Ты помощник? Да? Ты помогаешь? Ну, вот уже можно почти добраться до розы. Да, конкретный, конечно, тут слой снега. Прямо лед там, да? Да. А здесь вот у меня голубика. Боже, она каждый год уходит в этот снег. И непонятно, как ее спасти. Ломается она в нем. Смотрите, вся тусовка с нами называется. А Сату любит так, с какой-нибудь камушек возьмет и играется им так, зубами. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. знаете в блогерской профессии ну как наверное в любой другой бывают всякие накладки неожиданности которая произошла и у меня вот здесь и заметила я это только когда через два дня стала монтировать этот выпуск на этом куске не оказалось звука сейчас я вам объясняю показывают тут на экране что розу мы практически раскопали но спонбонд вмерз естественно в землю вокруг резать я его не стала но потому что все-таки еще холодно и как бы разковыривать дальше не стали поэтому нам не удалось узнать сломался на или нет компот обошел участке вокруг пока мы тут работали и вернулся к нам ну что могу сказать этот день прошел как и в общем то и другие очень активно валера в результате убрала весь снег о чем я вам тут вот сейчас на экране рассказываю сейчас я наложила закадровый голос ну и вообще считаю что в любых ситуациях стоит не унывать то но я вот вырулила из нее по-другому поговорю с вами вот так потому что сами понимаете что в варианте съемок жизни без дублей переснять какие-то кадры просто зачастую не представляется возможным тут я для вас снимала кота и тоже озвучивала его действия потому что компот это просто цирковой код наверное эту перголу я построила для него потому что ему очень нравится на нее залезать что он делал всю зиму вы помните что здесь у меня висели еловые ветки и вот ему нравилось туда залезать и играть бусами а еще когда они бегают с сату по участку и сату гоняет компота но они играются то это то место где он от него прячется и потом сверху на него бывало ночи и прыгает вот заснять мне это ни разу не удалось но это вообще потрясающий вид так что компот сейчас вот сидит и наблюдает на меня за мной сверху валера после этого разбросала снег и практически по всему участку то есть везде его разрыхлил чтобы он быстрее испарялся и с тех пор уже прошло два дня у нас повысилась температура воздуха снег стал активнее таять после всех этих мероприятий но мы еще не раскапывали рода дендроны не раскапывали естественно розы пока снега еще все равно очень много но постепенно борьба с ним идет и в теплице такой же вообще все вокруг теплицы растаяло но на этом моменте мы хотим вам сказать хорошие добрые слова это видно по нашим лицам вы просили в комментариях чтобы валера каждый раз говорил в конце что все будет хорошо именно это мы здесь сейчас вам и говорим большое спасибо что вы были с нами все будет хорошо и будем друг другу улыбаться до новых встреч на канале ваши валерий таша муляр ну а накладки бывают у всех главное как с ними справиться спасибо вам за просмотр приглашаю посмотреть и другие интересные выпуски на канале теплые полы по грунту наш опыт через полгода пробная растопка русской печи после ремонта и рецепт пасхального кулича вкусный старинный можно сказать монастырский рецепт обязательно попробуйте